Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Философское мнение, и я его ведущий Дмитрий Круглых. И уже года два назад я попытался сделать такую вот историю политических учений, у меня там вышел Египет, и я как-то остановился, то есть у меня вышло по учению Царю Мерикари и по учению Тахатепа два видео вышло, и вот сейчас я решил продолжить, то есть у меня будет еще несколько направлений, это история политологии и история социологии. Вот мы будем в рамках этих двух программ, скажем так, рассматривать и философов, философские учения, которые были про общество, про политику и так далее. И вот сегодня я хотел поговорить про такой действительно большой, уникальный трактат, как Артхашастра. Артхашастра – это вообще переводится как целеполагающее. Арт – это цель, то есть вот условно говоря цель и, собственно говоря, абсолютно большая книга, которая выбирает в себя вообще, ну скажем так, достаточно многие части. То есть это книга, которая рассказывает о политике с абсолютно разных сторон. Более того, по своей структуре она затрагивает просто все возможные варианты, которые только можно предусмотреть. Собственно говоря, приписывается одному автору как Каутилья, но на самом деле этот автор, он не факт, что эту книгу написал. Ну как и в случаях с Гомером и так далее, потому что Одиссея, Илиада, они очень большие, достаточно произведения. Здесь будет вопрос, а может ли один человек написать такую большую подробную работу? И поэтому есть много версий, есть различные версии с различными датировками. То есть здесь я вот это вот тоже, скажем так, есть версий, их очень много. Вот одно, если это действительно версия принадлежит, если эта книга принадлежит письму Каутильи, то это вообще высшие похвалы, потому что это, собственно говоря, книга, которая содержит в себе абсолютно все части политики, и он реально размышляет. То есть в первую очередь это книга размышлений. Помните, вот у Фомы Аквинского есть, условно говоря, там возражения, ответы на возражения. А тут он делает следующее, он приводит в примеры предыдущих политологов и политтехнологов. То есть он говорит, так, вот я знаю, вот у этого есть такая-то версия, вот у этого такая-то версия, а я думаю вот так вот. То есть вот такая, собственно говоря, концепция, и чем этот учебник еще, потому что я считаю, что это действительно учебник, то, к чему вообще, может быть, надо стремиться и так далее. Он не во всех аспектах, конечно же, хорош, как любой учебник, но он действительно, скажем так, хорош, потому что прямо рассказывает вообще все вещи. И при этом это достаточно, ну, скажем так, Каутилия, да, там может где-то, например, с кем-то соглашаться, с кем-то, например, не соглашаться. Надо немножко рассказать про самого Каутилия, то есть по легенде он был царским чиновником, который был повинен во смерти ребенка, прошу прощения, жены, беременной жены царя, потому что он царю давал определенную толику яда. Постоянно ему блюдо подсыпал яд для того, чтобы он к ядам был невосприимчив. Царь об этом не знал, и своей отравленной едой он угостил беременную жену. Вот, и, собственно говоря, жена умерла, вот, а самого ребенка спас, ну, по легенде, как гласит легенда, спас сам Каутилия. Ну, то есть это вот такая вот краткая история. По поводу его смерти есть тоже очень много версий. Есть версия, что через какое-то время царь узнал о том, что произошло, потребовал его смерти. Есть версии о том, что он сам уходит в лес и там начинает скитаться и так далее. Поэтому легенды, они остаются легендами. А мы с вами поговорим про политическую теорию, которую Каутилия, кто бы это ни был, удалось создать. И эта работа, она имеет свою собственную, ну, скажем так, достаточно классную структуру. Мы там имеем определенное движение. Что это за движение? Он начинает с внутренней политики, с самого царя, как бы разрастается это все вокруг, а потом доходит до внешней политики. То есть он начинает, в принципе, размышления с самого царя, потом как бы возвращается к фигуре царя и дальше уже идет во внешнюю вот эту вот такую структуру. И в этом плане произведение действительно очень классное, потому что оно содержит не только поучительные какие-то аспекты. То есть это учебник и по ядам, это учебник по географии, это учебник по военному делу, и это же учебник по архитектуре. То есть действительно книга, которая, в принципе, объемлет, по сути, на самом деле, все аспекты вот того, что знало человечество на тот период жизни, он, собственно говоря, это выделяет. Дальше. Он выделяет, естественно, роль самого правителя. То есть правитель – это всегда должен быть человек, который, скажем так, и удачливый, и умный, и деятельный. То есть он должен всегда постоянно что-то делать. То есть он говорит, если… Он начинает вообще свои рассуждения в работе о том, что правитель должен управлять жезлом, который он держит в руках. Но что это за жезл? С одной стороны, это жезл, который он должен как бы надвиснуть над всеми, но его не должны бояться, не должно быть запуганных подданных в индийском царстве, не должно оно строиться, политика не должна строиться на страхе. Иначе, то есть уже в Индии это понимали, что на страхе вы ничего хорошего не построите. Более того, вы против себя направите людей, как-то вот тоже можете. Но при этом и опускать этот жезл тоже нельзя, потому что иначе вам сядут на плечики и, собственно говоря, свесят ножки. Поэтому с этого начинается размышление и, естественно, начинается размышление о том, какие должны быть, например, советники у императора и, соответственно, главный жезл. То есть там прописывается, кстати, там настолько книга действительно актуальна, что там прописываются даже суммы примерно в процентном соотношении, то есть кто сколько должен получать и так далее. То есть он говорит про то, что действительно жезл должен быть, и жезл должен быть тоже всегда доволен вообще-то. Главные советники, да, либо советник, они тоже должны быть всегда, ну, скажем так, умны. И это книга, которая пишет и советы как императору, как царю, как себя вести, как вести себя подчиненным в этой ситуации. То есть смотрите, это такая действительно очень сложная политическая система, потому что Каутилия понимает, что вообще в политике много акторов, и он пытается сделать так, чтобы, в принципе, вот эти вот все акторы работали как один единый механизм, на что он должен в первую очередь работать на благо народа. То есть вот он должен в первую очередь работать на благо народа, да, так и называется, артхашастра. Книга-то, цель у нас какая, чтобы народ был доволен, когда народ, да, то есть все должно быть в пользу, да, то есть вот это вот самое главное. И уже исходя, держа это в голове, есть соотношение. Во-первых, что правитель должен прислушиваться к мнению всех. Там даже есть такая фраза, что правитель даже должен в случае необходимости прислушиваться к мнению ребенка. То есть он должен прислушиваться на самом деле ко всем. Выводы он делает самостоятельно. Но прислушаться, выслушать точку зрения каждого он обязан. Дальше. Он не должен играть ни в какие азартные игры, не должен быть пристрастен к женщинам и, соответственно, и вообще к страстям. То есть он должен быть бесстрастным. То есть у него вообще не должно быть никаких страстей. То есть это вот полное. И там на самом деле, если почитаешь, какой распорядок дня должен быть у царя, ты понимаешь, что на его месте ты точно быть не хочешь, потому что вот там прям распорядок, что советник должен постоянно быть рядом, отмерять какие-то тоже, скажем так, отмерять, когда что царь делает и так далее. То есть он там должен и выслушивать людей, и принимать кого-то, и делать обряды, и веды еще при этом не забывать читать. То есть он должен быть еще и духовным человеком, так или иначе. То есть у него вот эта вот концепция, у него понятное дело, что у Каутилий – это такая абсолютная монархия. Но при этом, при всем, все-таки правитель вообще-то в первую очередь должен быть идеальным. То есть он должен проконтролировать тот, кто придет после него. Там очень классная идея о том, что сыновья бывают трех видов – умные, умеренно глупые и глупые. Там ограниченные умом. Да, значит, умные, ограниченные умом и, соответственно, глупые. И надо сделать так, чтобы пришел к власти как раз умный. Надо при этом сделать так, чтобы он у тебя еще не скверк. То есть вот в этом плане Артхашастра – это, наверное, книга, которая обыгрывает просто Макьявелли. Ну, Макьявелли – это просто, мне кажется, там мальчик, который курит в сторонке. Потому что в этой части говорится о том, что должны вообще-то везде быть шпионы. Какими вообще могут быть шпионы? То есть вся вот эта вот логика, она исходит из того, что везде так или иначе могут быть шпионы. Значит, кто это такие? Это учителя, это бродячие всякие разные ученики. Это всякие могут быть бомжи, не имеющие своего какого-то места. Такие попрошайки, условно говоря. Женщины-монахини. И всякого рода гетера. То есть вообще под шпионами. Там отдельно прям есть вот эта вот история про гетеры, тех, кто занимается театром. Там, собственно говоря, говорится о том, что вот каждого министра, каждого надзирателя вообще-то стоит проверить, насколько они действительно являются лояльными или являются нелояльными. То есть, во-первых, хороший министр, у него должно быть хорошее образование. Он должен быть, ну, например, если мы говорим про то, что равно губернатору, то он должен быть из местных. То есть это очень такой важный аспект, который там подчеркивается. Если мы говорим про какие-то вот эти вот части, то, естественно, они должны быть умными, образованными и начитанными. И они при этом при всем должны быть лояльны власти. При этом надо проверять их лояльность вот каким образом. То есть надо приходить к ним, точнее, подсылать каких-нибудь шпионов и следить, или наоборот, пускать какую-то дезинформацию. Например, подсылать к какому-нибудь человеку, который будет им рассказывать о том, что царь что-то плохое затевает и так далее. Вот как мы вообще на это будем реагировать. А вот здесь в этом плане интересно, что будет, если шпион облажается. А там очень интересная система, что шпионов должно быть несколько. И царь, прежде чем принимать какое-то решение, он должен выслушать трех шпионов. Более того, да, то есть вот эти три шпионы, они, естественно, друг от руки не должны знать. И там вот эта вот история, то есть могут, например, два шпиона, которые друг от друга знают, и могут на базаре устроить какую-то специальную, знаете, потасовку. Один будет говорить, что я вот за царя, за батюшку. Другой говорит, да нет, царь какой-то. И дальше вокруг них собираются, естественно, толпа, споры и зеваки. И они вот в этой толпе слушают, кто за, а кто против. То есть не самый хороший образ понятия социальных настроений и так далее. Но вот, тем не менее, такая составляющая там тоже есть. Поэтому это такое шпионское государство, действительно, где там очень-очень много шпионов. Они узнают, во-первых, знают всю информацию о министрах и так далее. То есть они ее докладывают как-то царю, а с другой стороны, они, скажем так, как-то систематизируют общественное настроение. То есть они являются такой пропагандой, может быть, или такими вот настроениями, которые вычленяют настроения, которые вообще-то есть в обществе, ну и находят, конечно же, неугодных. Вот, то есть это вот такая вот интересная концепция. Дальше. При этом сам правитель, он описывается следующим образом. Я даже зачитаю, потому что это, как мне кажется, очень интересно. При этом идеал государя является следующим. Он должен быть высокого рода со счастливой судьбой. Кстати, это очень важно. Там всегда отмечается о том, что судьба должна быть счастливая. То есть не только от человека, да, от человека, конечно, много всего зависит, но еще должна быть судьба. Поэтому там отдельная роль для предсказателей и, соответственно, для всякого различного рода гадателей и так далее там тоже есть. Обладающий умом и положительными качествами, обращающий внимание на совет старых и опытных людей, справедливым, правдивым, не изменяющим своему слову, благодарным, щедрым, в высшей степени энергичным, не имеющим обыкновения медлить господином своих вассалов, с сильной волей, не имеющим в своем окружении лиц негодных и охотно принимающих наставления. Вот качество, которое он привлекает к себе людей. Он должен обладать любознательностью, способностью учиться, воспринимать, удерживать в памяти, познавать, размышлять и по поводу поздного отвергать негодное и проникать в истину. То есть самое важное в работе правителя, вот в этом плане, очень похоже на какой-то идеал, который был в платонизме. То есть о том, что правитель, он должен проникать именно в истину. То есть он должен, условно говоря, понимать, где информация действительно верная, где настоящая. То есть он должен находиться в реальности. То есть он должен находиться в реальности. И также он должен обладать храбростью, настойчивостью, быстротой и ловкостью. Вот это суть качества, характеризующие его деятельность. Он должен быть красноречивым, находчивым, обладающим памятью, сметливостью и физической силой. Быть высокого образа мыслей и легко обуздываем искусственным действующим военной силой в случае притеснений. Ну и так далее. То есть вот такой вот образ. И ни про какую транспарентность говорить не приходится, потому что это Индия. Теперь представьте, что если мы существуем вот в этом мире, где одни только шпионы, естественно, он боится, что будут везде шпионы. Поэтому там дальше доходит до того, что, условно говоря, вообще пространство помещения, где проходит совещание Совета Министров там, например, оно должно быть полностью закрыто. То есть никакая информация оттуда утекать вообще не должна. При этом там настолько говорится, что не должна утекать, потому что там рассказывают историю, что якобы типа попугаи туда прилетят, собачки туда прилетят, как-то подслушают. Ну то есть то ли с магическим, но в случае с попугаями я еще понимаю, через технические случаи с собаками, жучками, змеями и так далее. Я не совсем понимаю. Ну, видимо, какие-то магические обряды для этого были и так далее, чтобы узнавать какую-то информацию. То есть чтобы ни одна душа туда действительно не проникла. Дальше. Что должно происходить на этом совещании? Значит, если царь, с одной стороны, доверяет своим министрам, он может сказать о своих действиях. Но дальше здесь будет такой вопрос, потому что он, на самом деле, что он должен делать на совещании? Он должен в первую очередь советоваться. Он не обязан никому говорить про свои какие-то действия, про какие-то поступки и что он вообще собирается совершить. Но он всегда обязан посоветоваться со всеми остальными и выслушать их мнение. То есть при этом они будут не против, если мнение будет, скажем так, сильно различаться. Тут же, почему вот эта история еще есть, потому что, понятное дело, что эти министры в отношении каких-то будущих политических действий, они могут проболтаться. Они кому-то могут проболтаться, они могут даже неосознанно. То есть Каутилия настолько в этом плане продвинутая, что он пишет о том, что человек во сне может что-то сказать. Кстати, он именно поэтому говорит, что, например, министр, если мы переведем на современный наш язык, министр иностранных дел или, например, посол, он никогда, находясь в другом государстве, не должен быть ни с кем другим. Он точно должен знать, что он в комнате, он всегда спать должен один, чтобы никто не услышал, что он может прошептать. То есть вот такие вот концепции, которые вот в этом плане встречаются. Дальше. Эта книга еще хороша тем, что дальше, как я уже сказал, она измеряет порядок того, как вообще правитель должен свой день выстраивать. То есть он адский, он делится на 8 частей, и, соответственно, вот эти части он ведет достаточно активно. То есть в любом случае это всегда то, что ум должен работать, то есть то, что глава должна работать. Это всегда вот чтение каких-то текстов, это чтение каких-то актов и так далее. Кстати, очень интересный еще момент, что они прописывают правовые нормы. То есть в этой книге есть не только устройство. Да, давайте сейчас договорим про как раз устройство. То есть там то, что называется тайм-менеджмент, современным языком, там оно, в принципе, тоже выстраивается. То есть там показывается, как сделать так, чтобы работа была наиболее эффективна. Ну и плюс к этому ко всему, там, конечно же, говорится про архитектуру. То есть там, например, говорится о том, каким должен быть замок. То есть он, что он вообще предполагает, какие части, какие элементы. Он говорит фактически там о том, как должна быть построена казна, каким образом. И, в принципе, он там фактически говорит про планы, про проектировку того, как вообще должно выглядеть, для того, чтобы там случайно что-то не загорелось, случайно что-то не произошло. Ну и так далее. То есть вот эти вот все аспекты, они, конечно же, должны быть. Дальше. Конечно же, в первую очередь, то есть еще царь в этом плане, какая еще цель? Граждане вообще должны наслаждаться жизнью. А вот царь жизнью-то наслаждаться не должен. Он страдает все это время. Вот действия царя какие, собственно говоря, явные, тайные и те, которые подлежат выяснению. То есть вот три типа действия царя. Но при этом, при всем, что еще есть? Кто еще? Каково еще мы можем? То есть что мы здесь можем сказать про правовые акты? Потому что здесь, в принципе, говорится о том, какие законы было бы хорошо принять. То есть это такая юридическая еще справочка, фактически с комментариями, почему и как это лучше сделать. Это в этом плане вот это вот есть. И что там самое удивительное, это то, что там, в принципе, пишут основные аспекты, как должен выглядеть закон. То есть, во-первых, закон должен быть сформулирован ясно и четко. Это книга про четкость понятий. То есть они говорят следующее. Если у вас закон как-то очень непонятно, как-то вот еще, скажем так, большое-большое количество интерпретаций, это плохой закон. Хороший закон. Он пишется таким образом, любой закон, указ пишется таким образом, чтобы он был всем понятен. То есть, при этом там, конечно же, соблюдается вот этот церемониал. То есть, с одной стороны, он должен быть оформлен красиво, то есть знатно, чтобы я имею в виду словесно, вербально, с одной стороны. С другой стороны, чтобы все дотумкали, о чем там написано. То есть, там не должно быть такого, что вот из серии какие-то, знаете, большие там, например, формулировки, не очень понятные. Должны быть большие, но понятные. Вот. То есть, это то, что он говорит, например, о вот этих вот составляющих. Дальше. Собственно говоря, также там прописывается то, как вообще должен быть устроен. То есть, там функция каждого министра и каждого надзирателя. Там есть функция каждого министра и каждого надзирателя. Оно, в принципе, прописывается. Там есть правило то, как, в принципе, предлагают, ну, например, как надо и как правильно собирать налоги. То есть, что сделать для того, чтобы собрать как раз налог. Более того, там расписываются яды, то есть, условно говоря, как действуют какие яды, как они шипят и как их вообще выявить. То есть там, понятное дело, что повар должен проверять на себе еду, там должен сам царь на других, на подданных и на зверюшках, которые рядом находятся, проверять еду, чтобы там ничего не было. И по каким-то косвенным признакам догадаться, есть ли там где-то яд. То есть там фактически проводится вот это вот такая очень, скажем так, аспект безопасности царя, он находится фактически на первом месте. И, кстати, для меня тоже в этом плане было достаточно интересно для себя обнаружить, потому что патриархальная система. Мне было интересно, да, вот почему вообще человечество там жило в патриархальной системе. А как бы вот здесь для меня вот этот вопрос, он открылся достаточно просто. Почему с гаремами все было так серьезно и так далее? Потому что как раз боялись, что оттуда придут шпионы. То есть это было одно из мест, где не столько было, я опять же не говорю про всех царей всей эпохи, про все императоров. Возможно, у кого-то там были какие-то свои мысли. Но вот конкретно у Каутилия, он связывается с тем, что к гарему надо присматриваться именно в том плане, что оттуда некоторые там девушки-гетеры, они вот могут сами быть шпионами. Поэтому как и кто туда попадает, это должны проверяться прям отдельно. Дальше он говорит о том, как сделать заселение и устройство вообще страны и города отдельно конкретного. То есть он говорит фактически там про первые такие прототипы зоопарков. То есть, условно говоря, некоторые лесопарковые, скажем так, зоны, в которых обитают зверюшки, в том числе и редкие. И в том числе он говорит про такие прото, знаете, ботанические сады. То есть он говорит про ботанические сады, то есть отдельное место, где растут наиболее ценные деревья. То есть это можно рассматривать, а, с научной точки зрения, а, с вопросами обогащения. Потому что, понятное дело, что при каких-то, например, пожарах и так далее, если горят обычные леса, это, конечно, плохо, но хуже будет, если те тоже загорятся. Поэтому они тоже должны обладать своей определенной, ну, скажем так, автономностью. И они должны быть в отдалении. То есть там, где вот какие-то вот прям ценные растения растут. Ну, при этом вот эта вот вся история здесь, конечно же, есть. Вот, дальше кто там должен жить, куда комната должна быть повернута, сколько налогов должен собирать. И, естественно, что ни в коем случае никто не должен брать взяток, либо красть из казны. То есть там дальше уже, значит, царь должен сам следить за тем, какой, условно говоря, у него должна быть, говоря тоже современным языком, должна быть своя определенная бухгалтерия. Бухгалтерия, по которой он как раз работает, по которой он как раз сверяет все. То есть не должно быть такого, чтобы царь был не в курсе каких-то вещей или потом им очень сильно удивлялся. И при этом, да, он должен проверять своих министров, а не получают ли они какую-то дополнительную прибыль с денег граждан. При этом, при всем, налоги понимаются именно как деньги граждан. То есть здесь все в этом плане достаточно логично и такие вот, собственно говоря, аспекты, они, конечно, есть. Очень много про внешнюю политику, то есть в этом, естественно, очень много говорится о дипломатии и о войне. То есть говорится, например, про последствия войны, военных действий. То есть вообще сразу есть вот эти вот, всегда есть риски. То есть царь, когда он входит в состояние войны, если он уж решается воевать, то есть Кутили тоже всегда говорит, что это такая очень рискованная, опасная авантюра, в которую человек, он может, как, условно говоря, включиться, да, но он должен при этом точно знать свои силы и силы соперника. Какие силы соперника, и, условно говоря, какую выгоду он из этого получит. Потому что военные действия, пишет Каутилия, они всегда-таки как раз приводят к тому, что народ может быть недоволен вот этими самыми военными действиями. Вот, и, естественно, будет, условно говоря, могут получаться какие-то внутренние перипетии, скажем так, и не только внешние. То есть вот царь тогда может получить, ну, не самую такую, скажем так, хорошую историю. Да, прошу прощения, а то тут потемнело, как раз налетели тучи, поэтому вот меняю освещение сразу же. Вот, поэтому вот эта вот история, она, конечно, тоже в этом плане есть. И, естественно, для Каутилия, мне кажется, что, опять же, да, я вас призываю прочитать эту книгу, для него в первую очередь это дипломатия. То есть, условно говоря, царь должен быть в первую очередь всегда хорошим дипломатом. То есть он должен думать на несколько шагов вперед, что же произойдет с ним. И, условно говоря, там у него такая есть вот этот вот тоже аспект, что хороший царь такой, что даже если он, то есть если его жезл действительно был хорошим, то государство еще долгое время может просуществовать и без него. То есть вот такие хорошие, скажем так, показатели эффективности царя. И что царь, находясь на небесах, уже будет радоваться тому, как он, собственно говоря, сделал, и что его государство преуспевает. Потому что для государя, для хорошего государя, конечно же, очень важно, чтобы его детище процветало и так далее. Вот такие вот были концепции. Книга большая, сразу предупреждаю, там, потом там комментарий, там 500 страниц, такая вот книжка переводилась. Я прочитал историю перевода, переводилась она примерно, ну, чуть ли не 100 лет. Вот, то есть там начали ее переводить в 20-х годах прошлого века. И вот, соответственно, да, ну, как вы понимаете, там, многие, кто переводил эту книгу, они были неугодны, потом там началась война и так далее. То есть это большой действительно, на самом деле, труд. Вот, то есть и был издан где-то вот в 60-х годах. Вот, ну, да, ну, то есть вот, ну, все равно он еще шлифовался по-разному. Ну, то есть там всегда делали какие-то так или иначе сверки. Вот, поэтому текст очень большой, комментариев много. Мыслей к размышлению тоже, на самом деле, много дает, потому что там, с одной стороны, есть правовая база, например, есть там часть, с которыми я согласен, есть те, с которыми я не согласен. Но я вас уже призываю, читайте Артхашастру, будьте справедливыми и полезными, и обязательно, будьте полезными для меня тоже, поддержите мой канал, потому что я книжечки всякие читаю, вам тут рассказываю, пересказываю. Поставьте мне обязательно лайк, напишите комментарии, вот, и подпишитесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. До новых встреч, увидимся на этом канале. До новых встреч, увидимся на канале.